Приветствую вас. Давайте мы с вами сейчас будем исходить из того, что вы обратились к нам с проблемой ревности на наш ресурс, на наш сайт. Вы с ревностью какое-то время уже живете, и вы в ревности пребываете. Ну, то есть вы видите, вы видите именно в ней в ревности для себя. Пути выхода из, ну, может быть, каких-то своих проблем, из каких-то своих ситуаций, может быть, из чего-то еще. Вот это, грубо говоря, привычка. По факту. И чтобы мы вам помогли, да, нам нужно больше информации о вас. Когда эта ревность начала проявляться у вас впервые, например, по поводу чего она возникла. Какие у нее проявления. Какие кроются за ней ваши желания. Понимаете? И отсюда у меня возникает вопрос. Вы говорите, помогите мне справиться с ревностью. Как вы себе представляете помощь вам в рамках форума, в рамках вот такого ответа публичного? Вот. Как? Вы серьезно думаете, что вы что-то напишете? Вы серьезно думаете, что вам что-то напишут? И вы думаете, что проблема решится? И то, с чем вы жили довольно продолжительное время, да, уйдет вот так вот сразу. Но ведь вы индивидуально, и ситуация ваша индивидуальна на самом деле. Понимаете? И я не думаю, что является хорошим тоном обесценивать вас. Как бы уповать, да, уповать на то, что вы не индивидуальны, и что ваша ситуация, она такая же, как вот, ну, например, могла бы быть у других людей, у многих людей. Вот. Я не думаю, что это справедливая позиция. Поэтому, как именно работать с вами, в чем будет заключаться работать с вами, я, к сожалению, сказать не могу, потому что нужна ваша история. Ну, нужен ваш психологический портрет и вообще ваши индивидуальные черты, которые помогут понять, какая именно, какой именно вид терапии вам подойдет больше. Вот. Пока могу только сказать о том, что ревность возникает из группы проблемных, проблемных положений, так скажем, у человека. Первое, это нелюбовь к себе, нелюбовь к себе и непринятие себя. Соответственно, чрезмерная заинтересованность в другом человеке. Ну, по причине того, что нет в личности всего, что необходимо для гармоничной жизни, для гармоничного чувствования себя. Скажем так. Вот. Это неуверенность в себе, которая тесно связана с значимостью. То есть, вы не чувствуете, что есть какая-то обратная связь от того, что вы делаете. То есть, вы не чувствуете, что имеете вес в том, например, социальном кругу, в котором, допустим, находитесь. Вы не чувствуете значимости своей, а это базовая потребность, которая должна удовлетворяться человеком, любым, для того, чтобы успешно выстраивать отношения с другими людьми. Вот. И, соответственно, резность связана именно с отсутствием значимости. То есть, вы не чувствуете, что вы значимы, вы не чувствуете, что вы ценны, вы не имеете веса. Вот. Понятно, что это происходит из-за нелюбви к себе, да, как я уже, в общем, сказал. Вот. Но, помимо, да, помимо этого, есть еще и другие важные аспекты, вот, касающиеся, например, значимы значимости и базовых потребностей других по маслу, например. Следующий важный пункт, это пункт сравнительной характеристики. То есть, вы по факту, значит, сравниваете себя с другими. То есть, ревность, это всегда, а вот ты с ним, а вот ты с ней, а вот, а как же я, да, и так далее. Это ревность. Так вот, сравнительная характеристика, сравнительное отношение, я бы даже сказал, к другим людям, например. Именно сравнительное, сравнительное отношение. Это также определенная установка. Установка по отношению к вам. Определенная установка. То есть, я, например, привыкла сравнивать себя с другими людьми. Почему? Потому что меня сравнивали так же. И по-другому я, скорее всего, не умею. Я умею только сравнивать. Грубо говоря, только в сравнении, да, я, там, стремлюсь быть лучше, чем кто-то. Парадокс ситуации заключается в том, что стремясь быть лучше, чем кто-то, стремясь быть лучше, чем кто-либо. Вы, по факту, оказываетесь для себя в сложной ситуации, когда у вас нет самобытности. То есть, стремясь, сравнивая себя с другими, вы теряете свою собственную ценность. То есть, это вот, ну, помимо просто такого, скажем так, поведенческого фактора, да. Помимо этого еще и является вполне себе закономерным процессом при наличии тех компонентов, которые я уже до этого вам раскрыл. Далее, далее ревность, это желание, это желание раствориться в другом человеке. То есть, по факту, ревность, это стремление к контролю. Стремление к контролю для получения безопасности. То есть, то есть, контролируя субъектов, партнеров, отношений своих, я через контроль обретаю уверенность в себе. Безопасность. Чувствую себя хорошо. А вот это, по факту, то, что определяет ревность. То есть, наличие ревности обозначает отсутствие реализации таких базовых и необходимых, необходимых для нормального функционирования человека, желаний, как безопасность и значимость. И на самом деле, на самом деле, вот без безопасности, без ощущения безопасности, когда, по сути дела, вся безопасность привязана к другому человеку. Когда, грубо говоря, безопасность зависит от другого человека. Это крайне деструктивный способ выстраивания модели отношений с людьми. Но я допускаю, что вы, в общем-то, по-другому и не можете. Если бы вы могли по-другому, ну, я думаю, что вы бы так отношения не строили. Поэтому и безопасность, и значимость, и непринятие себя, все эти вещи нужно разбирать и корректировать, как отдельные, индивидуальные ваши, с полным принятием ответственности за их наличие и их вид на себя же. И, собственно говоря, о таких вещах, как ответственность, это тоже, в общем-то, имеет под собой определенную структуру. Да? Вот. Потому что перенос ответственности, точнее, ненаправленность на эту ответственность самим человеком, так же порождает, ну, по факту, так же порождает неоправданные ожидания по отношению к другим людям. Ага. Как правило, порождает и обиды, в том числе. И, собственно, так и получаются деструктивные отношения. Обида – это обстоятельства, которые позволяют человеку, значит, требовать от другого того, чего он, ну, мог бы и, скорее всего, должен был добиться сам. Но по той или иной причине не хочет этого делать. Я полагаю, что проблема ревности, что помимо всего прочего еще и обозначает в некоторой степени игнорирование интуиции, потому что, ну, как правило, если человек ревнует, значит, действительно есть к чему ревновать. Проблема в том, что сам фактор, сам факт ревности, да, он заведомо заранее диктуется и выражается, как что-то, знаете, ошибочное. Вот. То есть, если, грубо говоря, человека знают как ревнивого, то любое проявление ревности уже воспринимается как что-то негативное, необъективное и вообще не имеющее права на жизнь. В действительности это, конечно же, не так и это, конечно же, неправильно. Ну, потому что ревность, какой бы неоправданной она ни была, без причины совсем быть не может. И потому еще один важный аспект, это повышение степени интеграции интуиции в вашем мироощущении. Все это, конечно, требует определенной работы, надеюсь, вы поняли, исходя из того, что я вам сказал, что реальная работа над ревностью предполагает все-таки определенные усилия для этого, а не просто публикацию вопроса, причем такого достаточно маленького, короткого и так далее. Вообще, у меня возражено впечатление, что вы либо не очень верите-верите в то, что от ревности можно избавиться, либо не очень хотите, либо все это воспринимаете как, знаете, что-то несерьезное, может быть, или что-то такое. Ну, почему-то у меня возникло такое ощущение, вот. Рад был бы ошибаться, но моя интуиция как раз-таки говорит, что именно так все и обстоит. Вот. По крайней мере, пока что. Пока что. В заключении я бы хотел все-таки, чтобы вы сформулировали сами для себя, как именно вы хотите получить помощь. Вот здесь хотя бы, на форуме, как именно вы хотите, чтобы мы вам помогли. Как именно? Конкретно, как? Как вы видите помощь? Сами. Смотрите. Это важно. Потому что уже, исходя из того, как вы видите помощь, вы сразу поймете, готовы ли вы работать. Если вы готовы работать, в каком направлении вы готовы работать, какой контракт вы заключите со специалистом, над чем именно вы будете работать. Потому что ревность не является первопричиной. Ревность – это следствие. Понимаете? Вот. То есть, если вы реально задаете целью избавиться от ревности, то… Всем пока! Продолжение следует...